Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами находимся в уникальном месте. Это наш Самарский Музей Модерна. Находимся мы на выставке, которая называется «Новатор». Эта выставка посвящена человеку необыкновенной судьбы, человеку необыкновенных способностей Александру Зеленко. А поможет нам с вами узнать об этой судьбе сегодня сотрудник Музея Модерна Елена Житкова. Здравствуйте, Елена! В путь! История нашего особняка распадается на три истории. Во-первых, история самого особняка музейного, который пережил и клуб анархистов, и шведское посольство во время Второй мировой войны, и 40-летняя история детского сада. Вторая история – это история купцов курлиных, которые были заказчиками и построили это здание. И третья история – это история архитектора Зеленко, который спроектировал это здание, о котором мы практически ничего не знали. Нам удалось найти в Москве потомков жен. Два раза был женат Зеленко, и потомки первой и второй жены сохранили семейный архив. И к 150-летию нам удалось привести, очень быстро организовать эту выставку, которая рассказывает об этом действительно удивительном человеке огромного масштаба. То есть, это личность, потрясающая личность необыкновенного масштаба, такой человек эпохи Возрождения. Залы разбиты на несколько тем. В одной мы рассказываем его личную биографию, которая тоже до нас была неизвестна. Во-вторых, мы рассказываем о нем как об архитекторе. Третья его и поставь очень важная в советское время – это педагог, путешественник, ученый. Все это он соединил в себе. Ну, в первом зале представлены его личные фотографии. Фотографии с дедушкой, с мамой, в студенческие годы, с Сергеем Рахманиновым. Это встреча в Америке во время его эмиграции. В этой комнате представлены его личные фотографии с его супругой, с Анной Михайловной, и с первой его супругой, которая имеет самарские корни, самарская дворянка Нина Юлевна Гинч в первом браке Шлегер. Письма, а также акварели. Зеленко прекрасно рисовал, был акварелистом, графику рисовал, но никогда не выставлял свои работы, рисовал для себя. А мы ненадолго покинем выставочные залы музея Модерна и посмотрим вот на эти старые фотографии. Это тоже он, сегодняшний музей Модерна, но только больше ста лет назад. Рядом с ним, совсем недавно выстроенным архитектором Зеленко для купеческой семьи Курлиных, Дальше, по нынешней Красноармейской, еще видны скромные одноэтажные домики, которые утопают в садах. Вишня, яблоня, груша. Кому вишоны сладкой? Кому вишоны? Слышите? Это цокают в грущатке копыт этих самых самарских сивок бурок. Садитесь, юнкер, недорого возьму. А вот это уже осень. И теперь копыты не цокают, а вязнут в осенней жиже. Но голоса извозчиков все так же завихватски бодры. Дамочка, а дамочка, садитесь, в них дамчу, и возьму недорого, только одну улыбочку. Нет, не смотрит дамочка в сторону извозчика, не хочет улыбаться незнакомцу. Мы сюда еще вернемся чуть позже. А сейчас давайте продолжим наше знакомство с Александром Зеленко. Лето 2018 года Зеленко проводят в Самаре. Здесь был Камуч. И мы знаем благодаря газетам, что он здесь выступал с лекциями. Выступал в обществе «Самопомощь», кооперативное издательство, кооперативное общество. А Зеленко очень активно в предреволюционные годы, в годы Первой мировой войны, занимался кооперативным движением. Он это считал альтернативой развития просветительских учреждений, библиотек, чайных, народных клубов, когда снизу само общество будет организовывать вот такие просветительные организации. Но мы знаем, что уже осенью он на Алтае. И там попадает в экспедицию. Вероятно всего, от Центра Союза, тоже это кооперативная организация, в которой он работал. И там он с экспедицией путешествует. И у нас есть фотографии, которые мы можем сопоставить с акварелями. Некоторые из них подписаны. Гора Белуха, перевал Зайчиха, Катунь. Некоторые места он подписывает. Монжирок. И так становится понятно, что это Алтай. Ну и в общем-то он узнаваемый. Те, кто ходили в походы на Алтай, сразу узнают. Нужно сказать, что эти акварели он рисовал для себя. И поэтому эта акварель, как говорят сегодняшние художники, она архитектурная. То есть тут нет такой филигранной прорисовки. Они очень быстро сделаны. Но тем не менее, даже сегодня, через сто лет, вот яркость этих красок удивляет. Вышел карандашом сначала он набрасывает. Тут это видно. И потом он очень быстро, как бы вот, бегло очень прорисовывает. Есть, конечно, акварели, которые немного отличаются. Например, по мокрому листу. То есть это другая немного техника, когда лист сначала становится влажным, он прорисовывает, появляются вот такие туманные разводы. То есть это занимает больше времени. Но в основном у него с натуры зарисовки. Очень много Крыма, куда он ездил. И в советское время, когда он жил практически каждый год, ездил в Крым. Начиная с детских лет. Прямо его детские есть рисунки у нас. Еще студенческих лет, и это уже Крым. Вот это его школьная акварель. Она немного отличается. Ее можно и по бумаге узнать. И не случайно вот Крым такое место в его жизни занимает. Он, попав в Америку, живет именно в Калифорнии. Выбирает Калифорнию как наиболее близкую к крымскому пейзажу, к крымской погоде. Если мы его чуть дальше пройдем, то здесь у нас представлены письма. То есть в общем-то наше как раз знакомство с Зеленкой началось с тем, что мы получили в дар от московского архитектора Натальи Менчинской письма. Письма Зеленка ее бабушке, которую она всегда считала письмами своего деда. Но начав расшифровку, она увидела, что они подписаны Александром, но другим. Она расшифровала, она опубликовала их в интернете, и мы с ней связались. И она подарила нам эти письма. Так мы о нем узнали. Вот это была первая информация. Мы поняли, что вот эта связь с Самарой была более-менее долгой. Не только те три года, что он прожил здесь, работая. Один год из этих трех он был городским архитектором. Но и была личная история. Потому что там он упоминает дом на Садовой, там он упоминает общих знакомых самарских. И эти письма были созданы уже после того, как Зеленка переезжает в 1900 году, на рубеже 1900-1901 года, переезжает в Москву. А письма уже созданы в 1902-1930. То есть он возвращался. И мы поняли, что из личной истории это действительно подтвердилось. Это самарская семья Гинч, у которых был дом на Садовой, был дом в Николаевском уезде. Это письмо Нины Гинч, написанное через год после их расставания. Они прожили вместе четыре года. Фотографии Нины, письма самого Зеленка. Он был человек очень современным языком, говорят, неврастеничный. Это видно по его письмам, по переписке. И как меняется почерк, уезжая из страны в поездку, он пишет в слезах, как он пишет мужчине за 30 лет. И он признается женщине, что сижу, плачу, как дурак. Вот именно это письмо карандашом. А потом, спустя какое-то время, присылает открытку и подписывает ее. Тот, кто писал вам письмо карандашом. А вот это для нас акварель-загадка. Самара, 1886 год. Ему 15 лет. Это значит, что он сюда приезжал. Это, скорее всего, его комната, потому что обычно зарисовывали вот так. Очень скромные, как вы видите, по обстановке. 15-летний Зеленка здесь бывал. То есть мы знаем, что он с родителями приезжал сюда, в Новоузенский уезд. В общем, взаимосвязь Самары у него была, начиная с детства. И потом он сюда неоднократно возвращался. А мы снова на улице, возле бывшего особняка Курлиных. Уже бывшего или еще нет? Трамвайные рельсы на улице уже лежат. Или это не трамвай, а конка? Ну, если и не бывшего, то уже почти. Вот и разговоры возле особняка, построенного архитектором Зеленко, стали совсем другими. Эй, слабая, ты что перед собой не смотришь? Вмиг зашибу. Да уж, только и знай, смотри, не то зашибет. А это уже совсем другая эпоха. Другие лица, другие разговоры, другие афиши. На этот раз не на афишной тумбе, а прямо на углу особняка. «Рысистые бега», написано на этой афише. Вмиг зашибу. И даже если смотришь в оба, не факт, что не попадешься мне под горячую руку. А вот здесь афиш уже нет, но зато есть. А впрочем, что это на углу, под большим окном бывшего дома Курлиных? Этого мы не знаем. А спросить не у кого. Зеленко был одним из первых американистов. Вот в современном понимании, не просто как путешественник, а именно как ученый, познакомившийся с этой страной. Тогда Америка была вообще на окраине цивилизованного мира. Это была рассмотрена как бывшая колония Англии. Примерно так же, как Австралия. Они очень мало знали. В орбиту мировой политики она вообще не входила в начале века. Это была неинтересная и очень дальняя для европейцев история. И для русских тоже. Мало кто знал английский язык. Зеленко знал. Зеленко побывал там трижды. И каждый раз довольно-таки длительно. Первые две поездки были в составе такого турне у него, кругосветного. А третья поездка была фактически эмиграцией. Хотя, конечно, в советской биографии он так ее не называет. Он уехал через Автай, он попадает на Дальний Восток, выезжает в Японию. Страна, которая его очень интересовала, которую он просто обожал. Интересовала. Там проводят три месяца. И оттуда он получает визу с большим трудом. Но все-таки ему удается, он выезжает в Америку. Сначала едет в Нью-Йорк, какое-то время живет там. Вот его нью-йоркский адрес. Это дом, автомобиль, на котором он путешествовал. Он освоил автомобиль, фотоаппарат. Очень много фотографировал. Коллекции огромные, фотоснимков и негативов. Тогда это был дом, в котором, согласно переписи 1920 года, его соседями были ирландцы, немцы. То есть такие же эмигранты. Письма жене в Нью-Йорк, вот две их квартиры, стишки, которые он, Анна Михайловна, пишет. Очень, конечно, трогательные отношения. И поэтому переписка сохранилась. Это не только письма. Это вот такие небольшие шутливые четверостиши, которые он ей записывает на листочке в гостинице. Это фотоальбомы, которые полностью составлены из ее фотографий. Романтика отношений, вообще очень нежные отношения. И вот она, сохранив его архив, называет его не иначе, как Сашура. Память о Сашуре, рисунки Сашуры. Ее звали в семье Аннушка, его звали Сашура. Вот такие были отношения. И благодаря Анне Михайловне, которая тоже была, в общем-то, незаурядная женщина, она была из семьи московских мещан, но получила педагогическое образование. Вот она училась в Женеве. Она интересовалась Монте-Сори, ездила в Женеву, училась. И потом она начала работать в педагогическом обществе Сеттлемент, который организовала Зеленка. Это 1905-1907 год. Когда он вокруг себя буквально за год собрал 50 преподавателей, готовых бесплатно, вечерами, работать для детей улицы в таком народном клубе. И вести для них кружки, секции, детский клуб такой вести, детское самоуправление. Вообще вот у него низовое детское самоуправление была идея. Такая детская республика, фактически как шкет. У них были газеты свои, у них было самоуправление. Они выбирали секретаря, председатель. Это были дети. И Анна Михайловна была одним из педагогов. В то время он уже расстался с первой женой. Он начинает преподавать на Пречистинских рабочих курсах. Это первый рабфак. То есть он вечерами ведет уроки географии. Сейчас, конечно, невозможно представить, чтобы инженер-строитель преподавал географию. Тогда это было можно. Он рассказывал о своих путешествиях. Он рассказывал о Пирамиде Хеопс, об Индии, где он был. Он организует вместе с двумя другими молодыми архитекторами. В 1902 году открывает строительные курсы для лиц обоего пола. Это начало женского строительного архитектурного образования в России. То есть Фомину, Марковникову и Зеленко все женщины, закончившие строительные вузы, техникум, в общем-то, они обязаны тем, что эта тема вообще была ими организована. Потом из этих курсов к 16-м году был уже организованный институт высшее образование. То есть вот чем он занимается. Помимо этого он еще строит. Помимо этого он преподает в детском клубе. То есть он горел вот такими общественными инициативами. На этом мы закончим наше сегодняшнее путешествие по выставке, посвященной Александру Зеленко. Но мы не прощаемся с вами. До встречи. С вами был Михаил Перепелкин. Редактор субтитров А.Семкин